Теперь немножко про палки. Во-первых, должна быть колечко широкое, какое хотите, где хотите берите, она должна быть широкая, потому что те маленькие, как от яичной скорлупки размером, чашечки, они в снег проваливаются просто, ребенок не сможет на них опираться. Вот тоже современная лыжа, старинная, а эта штука уже сделана современной, самодельной. Теперь самое главное, темляк. Надеваем мы его всегда снизу, он здесь немножко перекручен, предыдущим хозяину, не важно для нас. Надеваем его снизу и дальше он, рука обнимает сверху лыжную палку вместе с темляком. Пальчики ее только фиксируют, основная нагрузка идет на запястье. Собственно говоря, вот, иначе руки будут уставать. Значит, вы должны подобрать размер этого темляка так, чтобы у ребенка варежка или перчатка, в которую он будет ходить, при надетой перчатке рука ложится вот как у меня сейчас, прям под верхнюю шишечку. Лыжные палки. Иначе ребенку будет неудобно. Кто-то пытается вот так надеть, кто как, но это все неправильно, это все неудобно. Продеваем снизу, опускаем сверху и рука должна четко ложиться прямо. Двумя пальчиками мы ее легко держим, легко переносим, а нагрузка у нас идет на темляк, на запястье. Вот, в общем-то, с палками и все. Регулируются они узелком вот здесь, пряжечки здесь, у кого как сделаны. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...